Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Сергей Захарьяш радуется отъезду Лилии Четрару на поляну. Он говорит, что наконец-то вздохнул свободно. Сергей объявил себя парой с Сашей Шева. Он дарит ей цветы и приглашает на свидание. У Лилии сразу же появился ухажер на поляне. Она нравится Диме Талыбову и похоже, что это взаимно. В сети появились фото Саши до прихода на проект. Судя по снимкам, без огромных накачанных губ, она была очень миловидной и ее внешность не вызывала такого отвращения, как сейчас. У Димы недавно был день рождения, ему исполнилось 23 года. Дима говорит, что раньше никогда не отмечал этот праздник. Мэри Кулешовой, которая недавно приехала на поляну, очень понравился Саймон Морданшин. У ребят горят глаза и все говорят, что они смотрятся отлично. Таня Мусульбес наконец-то определилась с выбором. Она выбрала Фила Кострубова и устроила ему романтик. А Никите Шелякову она объяснила, что не испытывает к нему чувств и не хочет обманывать. Рома Гриценко узнала о ночных похождениях Лизы Трианда Фелиди, в то время как он лежал в больнице. Он не может простить ей эти загулы и принял решение о расставании. Марина Тристановна Абрамсон думает о возвращении на проект. Дети вернулись, пишет она, может и меня позовут. Женя Кузин и Саша Артемова наконец-то подали заявление в ЗАГС. Это был их третий поход туда, наконец-то удачный. На какую дату они назначили свадьбу, пока неизвестно. Но Саша выбрала число благоприятное по церковному и по лунному календарю. Ольгу Рапунцель затравили из-за возвращения на проект. Беременная девушка столкнулась со шквалом оскорблений, замечаний и жестоких упоров. Ее обвиняют в том, что историю она придумала ради пиара. «Не верьте слухам», – пишет она, – «мне нет смысла врать. Главное, что я сейчас в безопасности, я сохраню себя и ребенка». Неблагодарная Оля Рапунцель поливает грязью Илью Яббарова, который так активно помогал ей вернуться на Дом-2. Яббаров пишет, что ей нужно лечить голову, что он помогал ей не ради того, чтобы самому вернуться на Дом-2. За периметром у него все хорошо, есть работа и любимая девушка. Бывшая участница проекта Алена Ашмарина решила снять нарощенные волосы. Бывшие участники Дома-2 штурмуют кастинг в группу «Серебро». Свои силы пробуют Алиана Остиненко и Екатерина Колесниченко. Настя Алисова, которая недавно вышла замуж, в скором времени станет мамой. Поздравляем Настю. На Лизу Полыгалову подает в суд рекламодатель. Ей перевели деньги за рекламу, но Лиза заявила, что эта сумма не приходила на счет. Когда рекламодатель предоставил официальную выписку из банка, который подтвердил оплату, Лиза заявила, что выложит пост, но когда ей это будет удобно. Но этого так и не случилось. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на канале ТНТ.